И добрый день. Добро пожаловать на сессию, которая будет о сокращении тикетов Helpdesk на 80% в вашем Notes Client Management. Я очень рад, что вы выбрали эту сессию, присоединились к нам. Я Флориан Фоглер, я генеральный директор Panagenda, и я сегодня хотел бы с вами поговорить в течение ближайших 45 минут. Я начну с введения и небольшого напоминания о том, что такое наше решение. Это решение дает нам возможность взаимодействия с разными Notes Client Management. Мы также быстро можем посмотреть, как мы можем начать быстро, если у вас еще не установлено в вашей сети данное приложение. У нас есть 30 разных бизнес-кейсов, которые 10 полностью бесплатные по различным релизам Notes Client распределены. И в конце мы будем отвечать на ваши вопросы. Итак, быстрое введение и напоминание о том, что такое Notes Client, Marvel Client, соответственно, для тех, кто знает. Это решение для управления Notes Client Management, подходит практически для всех Notes Client, для всех клиентов в Windows, Citrix, VDI, Mac, Macintosh, HCL, Nomad в разных видах мобильных устройств в том числе. Он также работает на всех основных стандартных клиентах, IBM клиентах, приложениях или, например, на HCL Client Application Access. И в сущности он исторически был начат как решение для управления клиентов, для клиентов Notes. Со временем мы добавили ряд модулей в Marvel Client Basic. Это был стартер наш, у нас был для роуминга, для реал-тайм решение, для того, чтобы в реальном времени в режиме мы смогли предотвратить действия по созданию базы данных, локальных баз данных, например, для того, чтобы обеспечить, что когда люди путешествуют, что они были всегда подключены к самым лучшим серверам, которые находятся совсем рядом, например, когда пользователь из Европы в Азию переезжает. Вместо того, чтобы подключаться к домашнему серверу, клиент бы смог подключиться к сервисам в ближайшем регионе, который находится у него. Мы должны всегда обеспечить то, чтобы мы должны быть синхронизированы самыми последними изменениями, потому что когда мы делаем базы данных на сервере домино, мы автоматически размещаем их на десктоп и, например, автоматически используем закладки. Точно так же, когда вы на домино-сервере уничтожаете и стираете базы данных, она автоматически меняется, и вы меняете права доступа, вы даете или не даете доступ к базам данных, и по этому доступу базы данных также в клиентах конечного пользователя удаляются. То есть это все автоматизировано. Что бы вы ни делали на сервере домино, должно быть синхронизировано с клиентом. У нас есть клиенты, которые подходят для реального большинства всех крупных настроек, в том числе и модулей для дополнительных деталей. Некоторое время назад, когда у нас были добавлены Essentials в Marvel Client, в Notes в домино был у нас релиз 10.1 вместе с HCL, мы подготовили это. И цель этой работы заключалась в том, что клиенты могут наслаждаться огромным количеством разнообразия в Notes клиент бесплатно, когда они устанавливают Notes или домино 10.1. Я чуть про детали попозже скажу. Однако это такая настроенная версия, основная общая, с общими фичами, которая дана всем клиентам бесплатно. Это зависит на любом клиенте, начиная с 10.1. Мы также Marvel Client Upgrade вынесли на рынок. Это годы длилось, и до последних нескольких лет очень было сложно его конфигурировать, апгрейдить, потому что не было конфигурационного интерфейса. И мы добавили конфигурационный интерфейс для того, чтобы нашим клиентам можно было делать апгрейд, обновляться до самых последних продуктов HCL. И затем мы также добавили Marvel Client бесплатно в HCL Nomad. И это, наверное, самое большое достижение, как я считаю, для HCL Nomad, потому что на HCL Nomad вы можете использовать весь Basic Marvel Client бесплатно в рамках вашей лицензии. И это значит, что вы можете работать с закладками, которые не видны, а одни, тем не менее, для функций клиента крайне важны. Вы можете локационные документы, connection документы делать, приконфигурацию клиента делать. И так без того, чтобы вы это прочитывали все. И это трогает меня на самом деле, потому что я очень рад, что я хотел бы показать вам разные характеристики Marvel Client. И мы сейчас будем как раз-таки говорить в этой сессии на Marvel Client Essentials. Три-пять бизнес-кейсов я хотел бы вам показать и три бизнес-кейса по HCL Nomad. И затем я буду говорить еще про три бизнес-кейса, которые доступны, ну, на продажу выставлены, скажем так. Начало. Начинать очень легко в том смысле, что мы обеспечиваем то, что у нас есть Marvel Client, который у вас в вашей среде находится. Это Essentials, например, может быть, или различные версии Marvel Client. Затем в своей сущности Marvel Client состоит из двух серверосторонних баз данных. Один Marvel Client Config и один Marvel Client Analyze, то есть анализирующий. И мы покажем их на следующем слайде. В клиенте Notes, Notes Client, есть директория данных Notes, которая запускается там и активируется через Extension Manager Одинс, то есть это в Notes.ini вносится, ExtManager Одинс. Дополнительно хочу вам сказать и напомнить, что это уже включено в Notes версии больше 10.001, и мы можем... можно не устанавливать его дополнительно, потому что он уже включен в Notes, потому что Marvel Client уже в Notes, начиная с версии 10.01. То есть активация очень легка, на самом деле, по политике Domino. А в HCL Nomad он также включен, поэтому вы можете загрузить HCL Nomad. И по сущности там уже все должно быть, и оно должно быть уже включено, на самом деле, в HCL Nomad. То есть вы уже наслаждаетесь всеми преимуществами сразу с самого начала в рамках Nomad. Более того, есть очень небольшой трафик, который поглощает Marvel Client, и, собственно, он вводит небольшой трафик от 1 до 4 килобайт, когда Notes Client user включает, или когда запускает свой клиент, соответственно, когда идет небольшая загрузка, это просто проверка конфигурационной базы данных на изменения. И есть небольшая подгрузка в Analyze, которая 25-70 килобайт занимает для того, чтобы завести данные в базу данных Analyze, то есть то, что делал клиент, и больше ничего нет. Ну, сейчас я это покажу буквально через несколько секунд. Если вы думали или переживали о том, как добраться до этих баз данных, пожалуйста, вот вам URL, вот вам адрес, вы можете зайти, взять это из слайда информацию, и просто открыть папку Openagenda на сервере Domino. И если у вас есть сервер Domino 10.0.1 и так далее, просто берите эту директорию на сервере, и вы увидите установку эту. Можете просто открыть, нажать на кнопку, и автоматически конфиг будет создан, анализированная база данных для вас. То есть все здесь, все на месте. Вы можете загрузить, не ждать, грубо говоря, и просто открыть, и уже обслуживать ваш Domino сервер. Итак, когда вы установили базу данных, я просто коротко хочу вам показать то, как это выглядит в конфигурационной базе данных. У вас есть панель навигации, и самый верхний вид показывает нам, собственно, ваш клиент. То есть это все Essentials, Rich Client Essentials, о том, что мы уже обсуждали раньше. И также внизу у нас есть версия нашего клиента в HCL Nomad. То есть это ваш опыт, на самом деле, вы можете здесь увидеть, когда вы будете смотреть ваш клиент, вы можете увидеть то, что можно сконфигурировать. В базе данных Analyze есть большое количество использования и функций. И вы видите, они закрывают и показывают в Notes Clients локации, время людей, локальные реплики, копии, какой хард они используют, какой софт они используют. И очень разные устойчивые базы данных. Я думаю, что наши коллеги могут вам тоже это показать, потому что здесь очень много информации в анализированной базе данных, базе данных Analyzed, и пейзаж вам сразу же предстает. Вот поэтому сегодня это для конфигурации очень подходит, и для анализа ваших клиентов, и для того, чтобы вы понимали, что там происходит. И давайте сейчас посмотрим на базу данных конфигурации. Давайте посмотрим на детали, за исключением бесплатных бизнес-кейсов. Здесь я хочу привлечь ваше внимание к действиям, которые можно производить здесь. И слева, наверху, мы видим, какие у нас есть тэбы в зависимости от действий, то есть в зависимости от того, чем вы управляете, это локейшн, это десктоп и так далее. Здесь необходимо заполнить разные поля. И далее вы можете также ограничить свои действия для конкретных каких-то девайсов. Например, что-то можно делать только в рамках сети. Вы можете очень легко настроить это все и ввести ограничения. Далее, tab who. Кто? Вы здесь можете создавать конкретные группы людей. Например, вы говорите, что вот это действие доступно для всех, за исключением, например, совета директоров и так далее. И здесь у нас есть title, то есть название. Таким образом вы можете включать и выключать действия очень быстро. И вы можете также фиксировать, где необходимо запускать это действие. Здесь у нас есть текст, который представляет разные типы. Нам необходимо установить, что будет до логина, что после логина и так далее. Когда клиент будет включаться, выключаться. В зависимости от use case, я позднее об этом немножко скажу. Иногда это может быть очень полезно для того, чтобы полностью контролировать, что вы хотите конфигурировать, когда и как в Notes Client. И далее мы также… у нас есть опция, как часто запускаются действия. Например, каждый раз, когда запускаются Notes клиентами или один раз в день и так далее. Здесь можно все настроить. И что здесь важно и магически, я считаю, это то, что вы конфигурируете, что, например, пользователь всегда должен иметь email-файл слева на его или ее десктопе. И каждый раз, когда запускаются Notes, так и происходит. И вы можете это сделать для разных активностей. Это может быть locations, десктоп и так далее. И тогда люди будут знать, где находятся их иконки. Все будет правильно сконфигурировано, и тогда не будет обращений в Helpdesk. И вот здесь, справа, мы можем видеть так называемые девайсы и платформы. Здесь вы можете выбирать разные из них. Например, что-то вы не хотите, чтобы работало на Citrix, что-то на Mac. Или вы, например, можете сказать, что я хочу, чтобы это работало только на Mac. Таким образом, вы можете создавать ограничения в отношении разных операционных систем, релизов или аппаратных средств, на которых работают ваши Notes. И сейчас давайте снова посмотрим на тему последовательности и почему это Persistency, почему это важно для того, чтобы сократить количество тикетов, которые подаются вашей организации. Вот обычный диск-менеджмент. Например, запускаются Notes пользователям, и потом они звонят в Helpdesk, и иногда кто-то, например, меняет конфигурацию в это время, и проблема меняется, точнее, проблема исчезает. А потом снова появляется такая же проблема, и нужно опять заново ее исправлять. То есть мы идем по кругу здесь. И некоторые клиенты считают, что если на решение какой-то проблемы уходит больше 10 минут, тогда они просто перезапускают машину. То есть что здесь самое главное? Что у нас постоянно появляются одни и те же проблемы. Если мы ничего с этим не делаем, а с Malware Client, мы можем анализировать Landscape клиентов, особенно с помощью баз данных для анализа, и также с помощью тех, кто работает в Helpdesk. И мы, например, можем приоритизировать самые критические проблемы, которые встречаются чаще всего, и таким образом мы можем конфигурировать, таким образом сотрудничать с Helpdesk, для того чтобы разрешать эти проблемы. Первоначальная конфигурация, конечно, наверное, будет занимать больше времени, потому что это большой объем работы с самого начала. Но потом, когда мы это один раз сделаем, мы понимаем, что одни и те же действия будут относиться к одним и тем же проблемам. Таким образом, это один раз навсегда решит вашу проблему. Есть еще один важный комментарий здесь. С Malware Client вы можете сделать те настройки, которые вам нужны. Например, вы можете контролировать что-то, что вы не можете контролировать с Domino Policies. Но, например, что-то можно делать в Domino Policies, и нельзя делать в Malware Client. Это касается, например, безопасности. В Domino это все хорошо решается, а в Marvel Client нет. Я думаю, что то, что касается Desktop Policies и Marvel Client, это то, на чем нужно работать. Что касается других политик, Domino, нужно уже работать без Marvel Client. И Marvel Client работает офлайн и очень быстро запускается. Например, если кто-то не может подключиться к сети, потому что есть какие-то проблемы с этим, тогда пользователь просто должен перезапустить Notes, и все действия, которые были уже до этого применены, будут обновлены в системе, и, соответственно, пользователь решит свою проблему. То есть это действительно волшебное лекарство для того, чтобы оптимизировать ваш процесс, для того, чтобы все проблемы, с которыми вы сталкивались в прошлом, потратить время и решить их все воедино, больше эти проблемы в будущем с вами не будут случаться. Это сократит количество обращений в Helpdesk на 80%. И нужно также понимать, что что-то лучше решать на Marvel Client, и, как я уже сказала, что-то с помощью Domino Policies. И давайте сейчас рассмотрим некоторые use и бизнес-кейсы, то есть сценарии использования, для того, чтобы мы понимали, как решать какие-то конкретные проблемы и задачи. Снова я хочу сказать здесь о том, что мы будем фокусироваться с вами сегодня на бесплатных бизнес-кейсах. Это доступно в Sandbox 10.1 и выше. Итак, первая проблема – очень простой бизнес-кейс. Know it's any entries, значения, являются, так сказать, многозначными. Например, у вашего клиента могут быть какие-то вводные данные, MSF, нижнее подчеркивание, hooks. И таким образом, в любом случае, это не очень хорошо, конечно. Возможно, вам нужно избавиться от всего этого, от этих примеров, которые видите на экране. С Domino Policies вы не можете это сделать. Вы можете, конечно, перевести это к абсолютному значению, но вы не можете избавиться от sub-entries. И есть также похожие примеры. Это names, имена или add-in menus, или ext, mgr, add-ins и так далее. Вы хотите избавиться от какой-то части этого. И здесь можно просто создать такое действие ini для того, чтобы разбить разные примеры. Например, в данном случае NSF hooks и NLNVP здесь разделены. И это очень просто будет сделать. Я думаю, что если вы хотите добавить, например, PDF reader, и вы хотите внести какие-то дополнительные значения туда, и также все возможно. Таким образом, merge и unmerge, то есть объединение и разделение, это то, что вы можете использовать в маэре-клиенте для того, чтобы решать проблему многозначных вводов. Итак, бизнес-кейс номер два. Вы, наверное, в целом хотите лучше контролировать notes и ни настройки. Например, возможно, вам сложно понимать, за что отвечает какая-то конкретная настройка. Если вы, например, также ищете какое-то конкретное значение, или вы привязываетесь к какой-то конкретной операционной системе или вашему устройству. Здесь в конфигурации вы можете сказать, настроить, что вы, например, хотите менять то время, которое требуется для логаута, диалога, которое автоматически показывается. И это можно также применять и к лэптопам, к ноутбукам, к мобильным девайсам, но не к десктопу. И очень легко создать такое одно конкретное действие, определить, что вы хотите изменить, что вы хотите настроить, и потом сделать соответствующие настройки в отношении платформ и соответствующих устройств, на которых вы хотите это применять. И с Domino Policies это было невозможно, а с конфигурацией базы данных это очень легко сделать. И бизнес-кейс номер три. Это простой пример того, когда вы хотите развертывать файлы на некоторых или всех ноутс-клиентах. Например, вы хотите развертывать какой-то рисунок, например, это ваш корпоративный логотип, или, возможно, вы хотите применять кастом-скрипты. И иногда есть какие-то угрозы в области безопасности, которые можно исследовать с помощью скриптов, которые вы загружаете из интернета и потом кастомизируете. Вопрос в том, как это поставить вашим клиентам. И лучше здесь идти через ноутс, а не через проект развертывания. Поэтому здесь первая цель — это определить какое-то количество файлов. Например, вот здесь мы видим список файлов. Это касается угрозы, безопасности, существует она в организации или нет. И здесь мы запускаем PowerShell скрипт для того, чтобы развернуть это потом на клиенте. И у нас есть некоторый набор очень простых действий. Таким образом, вы можете инструктировать мавер-клиента для того, чтобы файлы были помещены в какую-то конкретную директорию в вашем ноутс-клиенте. И, кстати, я тоже хочу сказать о том, что эта работа это как на hcl-nomad, так и на mac. Не нужно никакие файлы перемещать в операционную систему. Итак, когда вы решили эту проблему, возможно, вы хотите просто, например, обновить какой-то скрипт. Возможно, вы хотите заменить какой-то entry-ini. И в данном случае вам необходимо запустить тот скрипт, поэтому вам необходимо запустить программу. И снова, это очень легко сделать с Maverick Client Configuration Database, база данных. Вы можете прописать здесь путь, параметр. И вы можете использовать уже существующие примеры, common-line, те скрипты, которые были уже запущены до этого. Но в данном случае конкретном мы запускаем common-line и потом используем дефолт-браузер для конкретной интернет-страницы. И это особенно полезно, когда, например, вы хотите запустить какую-нибудь интернет-страницу для того, чтобы информировать людей о каких-то простоях или о том, что происходит, когда они запускают клиента. Или, возможно, вы также можете коммуницировать эту информацию вашим конечным пользователям. Вы можете просто запустить эту интернет-страницу с вашего корпоративного аккаунта и транслировать это все вашим конечным пользователям. И все это, конечно, основано на том, что, например, раньше у вас были какие-то проблемы, сейчас их можно решить с помощью Marvel клиента. И хочу также сказать, что многие компании, которые работают без Marvel клиента, надеются, что пользователи смогут сами решить эти проблемы. И, например, какие-то кнопки работают не так, как пользователи того ожидают. И в данном случае здесь не нужно ничего больше такого специального делать. Marvel клиента может сделать это для вас совершенно неслышно, когда, например, запускаются ноутсы или потом после того, как их закроют. И здесь мы можем реализовывать все наши действия с помощью ноутс-клиента. Бизнес-кейс номер пять, тоже бесплатный. Мы все еще идем по бесплатным бизнес-кейсам. Здесь, например, ваша проблема. Вам необходимо развернуть большие файлы для всех или некоторых пользователей. Например, вы хотите развернуть ноутс для всех ваших дизайнер-пэкэдж, для всех наших пользователей ноутс. И это огромный размер. Это почти один гигабайт размеры. С этим сложно работать, конечно. Что здесь делать? Мы не хотим, чтобы блокировалась работа людей. И, конечно, мы не хотим блокировки сети. И нам нужно создавать такие действия, которые будут загружать гигабайт для каждого стартапа-клиента как можно быстрее. И в большинстве корпоративных средств в такой ситуации люди просто не смогут работать, потому что все будут одновременно скачивать это ПО. И с Marvel Client мы видим, что эту проблему можно решить. У нас есть, например, какие-то конкретно временные промежутки. Например, с ночи до утра можно осуществить самую быструю загрузку. А потом, например, с утра, с 6 до 7 утра мы можем отфильтровать и сказать, что можно подгружать только какие-то сабсеты этого большого файла для того, чтобы все ваши пользователи могли в дальнейшем работать. И постепенно этот файл будет для всех подгружаться. И некоторые используют это вместе с Corporate Software Deployment. Но некоторые пользователи, все равно для них эта проблема не решается, потому что некоторые находятся очень далеко. Или когда мы видим коронавирус, мы работаем из дома. Когда мы говорим о работе из дома, возможно, все работает не так, как это было изначально запланировано разработчиками. Поэтому Marvel Client может вам помочь действительно решить эту проблему. Или вы также можете использовать Corporate Software Deployment для того, чтобы загрузить файл и потом отталкиваться уже от него. Это те 5 бизнес-кейсов, о которых я вам сегодня хотела рассказать, как они могут, как Marvel Client может помочь вам в них. Это касается всех толстых клиентов Notes, как для Windows, так и для Mac. И вы можете все это использовать бесплатно с помощью Marvel Client Essentials. Это входит в версию Domino Notes 10.1 и выше. Или вы можете обновить свою версию 9. Что касается HTL и Nomad, соответственно, здесь есть некоторые конфигурации, которые направлены специально на HTL Nomad и являются бесплатными в HTL Nomad. То есть это мобильный Notes-клиент, который можно загрузить из Apple Store и Google Store. Например, давайте представим себе, что вы хотите управлять документами Location и Connection для вашего HTL Nomad клиентов. Вы не можете выбирать Location внутри HTL Nomad, потому что там нет такого селектора. И получается, что вы всегда должны работать онлайн, но иногда вы все равно хотите получать какие-то значения в HTL Nomad. И с конфигурацией Marvel Client мы видим просто... Мы можем определить Location Name, то есть название места. Мы можем здесь регулировать наши настройки, мы можем добавлять несуществующие какие-то Location и так далее. И здесь ниже мы можем управлять всем на уровне Field, поле. И потом это позволит вам также выбирать какие-то конкретные поля, которые, например, должны оставаться пустыми, или они все еще пустые, или какой-то Location еще не существует. Например, если меняется адрес пользователя, Marvel Client должен сохранизировать это с публичной адресной книгой. То есть простое решение для этого бизнес-кейса — это управление Location и Connection документами и действиями. Еще один бесплатный бизнес-кейс для HTL Nomad — это настройка лучшего Location, лучшего местоположения. Потому что вы должны сделать так, чтобы люди и пользователи действительно пользовались тем местоположением, которое вы добавляете. Например, в прошлом у вас были какие-то Location, и вы хотите, чтобы в будущем у вас были онлайн-локейшены. И у нас есть специальная конфигурация в Marvel Client. Вы можете добавить Default Location в лого-диалоге, или вы также можете потом все это менять. Если у вас нет логин-дайлога, или, например, кому-то не нужно вводить пароль для входа, вы просто можете определять Location после того, как они войдут в систему. Таким образом, ваши пользователи будут перенаправляться в правильное местоположение Location. Это особенно важно, когда мы используем разные сценарии, роуминг-сценарии. Например, люди работают из дома, они должны работать локально тогда, но когда они находятся в офисе, или если они работают с HTL Nomad, тогда они должны постоянно использовать онлайн-локейшен, а не офлайн. Вам необходимо оптимизировать этот процесс. Переходим к следующему бизнес-кейсу. HTL Nomad позволяет вам также устанавливать рестрикшены для приложений, то есть ограничения. Например, вы можете ограничить максимальный объем или размер приложений, которые прикрепляются к документами, в особенности к имейлам. и по дефолту здесь 10 мегабайт на HTL Nomad. И у вас могут быть, например, менеджеры или какие-то ваши сотрудники, которым необходимо прикреплять более крупные файлы, это 20 мегабайт или больше. И в данном случае с помощью Marvel клиента очень легко устанавливать эти ограничения для каких-то конкретных людей. И мы можем это делать с помощью базы данных нашей конфигурации. Это очень простое действие. И здесь вы можете просто выбирать, например, вот я хочу, чтобы так происходило с конкретным клиентом, в данном случае HTL Nomad. Опять же, смотрим на новый бизнес-кейс с HTL Nomad, когда мы делаем смешанные приложения, когда вы запускаете клиента HTL Nomad или рабочее пространство, рабочее место, когда вы знаете клиента, у вас есть, как вы помните, такая страница, которая говорит «Добро пожаловать», и там показаны как раз-таки самые последние приложения. Каждый раз, когда вы открываете базу данных, вы двигаете как раз-таки в левую часть верхнего этого экрана. Но вы должны обеспечить то, что люди, которые в первый раз включаются или последовательно, они должны быть тоже уверены в том, что и приложение имеет там файл mail, допустим, или в CRM должен быть контекст это введено, или в базу данных, которые в вашей среде работают. И опять же, есть также действия, которые мы добавили в конфигурационную базу данных, которая специфически управляется, то есть и показывает, какую иконку вам нужно иметь, и как она выводится на страницу приложений. И у вас должно быть что-то, что будет показывать, что это все дженерик, то есть это все внутри. У вас должно быть одно действие, которое показывает, что слева наверху каждого пользователя будет эта иконка, и что вам не нужно будет делать одно действие на каждого юзера. И Marvel Client имеет много магии в себе, именно поэтому однократно это действие может быть обеспечено так, что оно для сотни, а или для многих тысяч пользователей сразу включаться. И сейчас мы идем к бизнес-кейсу номер 10. Это последние три бизнес-кейса, бесплатные бизнес-кейсы, которые вы можете, например, использовать для того, чтобы управлять локальными репликами. Для тех, кто из вас уже использует Marvel Client и стал его использовать до HCL Nomad, мы приняли решение о том, что когда Nomad выходит на рынок, там будет Marvel Client, но он не будет управлять локальными репликами, как на лэптопе. Почему? Потому что если у клиента уже есть 10 подключений таких, но он уже обеспечил локальную реплику на mail-файлах, CRM, то есть есть целый набор, и это значит, что вы в целом будете делать репликацию сотни мегабайт, а то и гигабайт на этот лэптоп, и это, в принципе, нормально, потому что у лэптопа обычно много-много гигабайт есть спокойного, свободного места в HCL Nomad. У каждого пользователя есть приложение, то есть есть таблетка, у них ограниченное количество места, поэтому мы решили по дефолту не создавать локальных реплик в Nomad, но делать подтверждение по базе данных, и нам очень просто, легко чекнуть эту коробочку и сказать, что я не хочу, чтобы не только на лэптопе реплика велась, но и на HCL Nomad. И это очень легко обеспечить, то есть мы сможем увидеть, как база данных очень хорошо реплицируется. И да, у нас тоже есть селективное приложение, то есть на HCL Nomad вы, допустим, не хотите иметь всю конфигурированную базу данных, а только последние документы, которые были созданы в течение последних дней. То есть здесь очень легко, на самом деле, обеспечить и убедиться в том, что это все полностью соответствует вашим требованиям и доступности по HCL Nomad. И это, в принципе, закрывает пять бизнес-кейсов по HCL Nomad. И сейчас я очень быстро хотел бы пройтись по трем бизнес-кейсам, которые, ну, как вы знаете, они у нас есть, как оптимальные для того, чтобы вы должны понимать, что от Marvel Client у нас есть как раз-таки некоторые дополнительные плюшки. Давайте посмотрим на них. Первое. Вы можете полагаться на ту же самую функциональность, которая была на более ранних Nomad. Сейчас это, однако, уже в большей степени не существует. Однако здесь, например, и по локации, и по Connect, есть дополнения по репликам и так далее, и так далее. Есть очень много вещей, которые можно сделать с Marvel Client, в принципе. И я просто хотел это все еще раз проговорить, потому что если вы наслаждаетесь функционалом на Marvel Client на HCL Nomad бесплатно, тот же самый функционал и получаете на вашем клиенте в том объеме, если вы хотите выйти за пределы Essentials. И следующий. Я понимаю, что вы можете быстрее взаимодействовать с роумингом, например. И да, на ваш вопрос я могу ответить, что Domino предлагает Roaming Nose Client из коробки. Но большая разница здесь заключается в том, что типический набор роуминга из коробки имеет где-то 50 мегабайт. И многим средам клиентов мы видим, что им в среднем нужно 200 мегабайт. И домино роуминг это все потребляет. И по конфигурации нужно делать соответствующую конфигурацию в домино сервере. Но в Marvel Client мы можем делать роуминг полностью в среднем 2 мегабайта вместо 50 с лишним мегабайт. То есть это отличает нас от клиентов, например, которые делают не native формат, а XML формат, который намного легче. И есть даже и другие, допустим, стримлайнинговые и оптимизированные проекты с нашей стороны. И это значит, что когда пользователь включает Nose Client, он проверяет, есть ли последний бэкап, есть ли все ли нормально. И когда юзер меняет машины или переводит бэкап на другую машину, используется где-то 2 мегабайта на новую машину, переводится для того, чтобы конфигурация постоянно сохранялась. Это значит, что, во-первых, мы даем сеты на бэкап на 50 с лишним мегабайт и сокращаем их с 50 с лишним мегабайт до 2 мегабайт. То есть 98% места диска для конфигурации бэкапов мы вам сохраняем. Дальше мы еще сохраняем вам 95% трафика сетевого по сравнению с Nose Client в других сборках. И более того, мы еще проводим, допустим, live такие вещи для того, чтобы пользователь, грубо говоря, смог иметь свой драйв и сетевой диск, и этот сетевой диск может быть очень сильно нагружен. И Nose Client здесь, он как раз-таки очень сильно надежный и имеет прямое подключение к такому сетевому диску. Это значит, что сетевой диск, если потеряется коннект с сетевым диском, он либо падает, либо замерзает, а потом падает, допустим. И мы делаем Client Nose полностью независимым от сетевого драйва. В такой технической перспективе у нас есть дополнительный плюс, когда Nose Client поддерживает как минимум 8 разных хендлов файлов на клиента для того, чтобы уровневую инфраструктуру поддерживать. То есть это Woken SF, SF, и он должен постоянно быть открытым. И это значит, что если подключение к сетевому драйву медленно или ломается, это значит, что путь сломан, путь нарушен, это значит, что клиент должен быть постоянно открытым. Однако, если вы роуминг используете, то это значит, что стартовые заметки, они экономят некоторое количество мегабайтов, плюс еще имеют сессию с клиентом Nose, потому что сейчас все закрывается с бэкапом, опять же, 2 мегабайта. То есть если у вас есть тысячи пользователей в вашей среде, то есть вы 8 тысяч файл-хендлеров сохраняетесь, и, соответственно, вы используете меньше места на хранилище. Это значит, что это ускоряет вашу систему, особенно это применимо к Citrix. Когда вы работаете в Citrix или в Windows Terminal Server, или в других инфраструктурах вы типично проводите работу по запуску Nose клиента и просто переконвертируете его в роуминговую инсталляцию для того, чтобы вы, допустим, можете использовать и Citrix, и Nose клиент на Citrix или Windows Terminal Server, вы просто копируете 2 мегабайта на сервер Citrix, он апдейтит локальную директорию во временную папку Windows, и мы эту директорию, получается, на всю эту сессию переводим в локальную директорию, и пользователям, когда закрывает клиент или выходит, делает логов из сервера, вы можете прямо непосредственно всю директорию data удалить. То есть вам не нужно эту директорию, например, постоянно растить, наращивать. С роумингом Marvel Client у вас есть как раз-таки очень быстрое время и лучший опыт здесь в виртуальном, например, уже на петапе тестирования с инфраструктурой вместе с Marvel Client. И вы должны еще сейчас... Мы также очень рады, что Влад, наш сегодняшний ведущий, очень рад вам помочь будет здесь и как раз-таки даст вам возможность также показать и посмотреть на роуминг или Marvel Client Basic или другие возможности клиента, потому что это вещи, которые у нас могут помогать и помогают вам в вашей работе. Спасибо. И следующий слайд, это последний слайд. Насколько я понимаю, это бизнес-кейс, который у нас есть. 13-й бизнес-кейс, который я хочу сегодня представить. Это действительно такой очень важный, бесплатная была опция по Marvel Client апгрейду для того, чтобы на 10.01 или 10.01 в сервис пак 2 или первый пак, для того, чтобы и нам тоже работать дальше. Мы увидели, что это хорошее решение, правильное решение. У нас есть 2 миллиона клиентов апгрейдились уже. Я должен, допустим, сказать, что пару недель как минимум 1 миллион клиентов апгрейдился. И мы сейчас переходим к числу 2 миллиона по Marvel Cloud. И много клиентов есть во всех разных странах, которые используют наше решение. А что апгрейд этот делает с Marvel Client? Без корпуса знаний по предзапуску, он просто делает для вашего ноутс-клиента поддержку и делает самый последний функционал. То есть, если вы хотите посмотреть, 11.01 установлен ли во всех у вас клиент ноутс-5, ноутс-7, ноутс-6 иногда, мы помогаем так нашим клиентам. И то, что у них сейчас есть на одном шаге для HCL 11.01, мы получаем фидбэк, то есть самые последние апгрейдеры. И это очень легко. Вы просто открываете в конфигурационной базе данных формы, выбираете компоненты, которые HCL вам предоставляет, и все остальное – это магия, которая делает Marvel Client. Это все делается автоматически. Например, у вас может быть 8 директорий, которые на Lotus Data, или на AppDataLoco, или на IBM Loads Data, и установленное оно автоматически в Data HCL мигрирует. Вы можете спросить, почему это нужно, вы можете, да, и IBM, и Lotus сохранить, но клиент более стабилен, и он более предсказуем, и его намного легче поддерживать, если у него там стандартные директории по последним HCL, допустим. То есть мы конвертируем последний Notes Client в самый последний, суперский, крутой автоматический клиент, просто чекая несколько боксов и выбирая такую установку, и он заботится обо всех болях, которые мы встречаем при типичной запуске программы. То есть мы понимаем, как работать с юзерами, мы понимаем, как элевейшн проводить безопасно, мы также даем апгрейд сервисы, обновляем сервисы, и вы просто можете через зашифрованный файл пароля сделать это и сделать собственный запуск. То есть вы можете создать упаковку Pack вместе с Marvel Client, и можете дать разработку коллегам в софт, где они могли бы провести апгрейд. Почему это важно? Потому что это Notes Client, это TP. Он не думает о том, что там Notes дальше будет делать, он не будет конвертировать директорию даты из одной локации в другую, и он типично не знает, что должно было быть сделано с Lotus, например, со стороны. Он просто делает самое лучшее здесь для вас, и ваш запуск софта, люди, которые запуском занимают, они лучше всего знают эту упаковку, и Marvel Client знает лучше, как апгрейдить клиент Notes, то есть вы можете сделать шринк-рэп такой и вывести клиента. Это тоже может быть и Marvel Client, и Essentials, либо вы можете дать себе коллегам вашим в разработке софта самый легкий способ для того, чтобы расшарить это. И, опять же, я буду очень рад, и все мы будем очень рады поделиться с вами информацией и получить от вас информацию по вашей структуре. Собственно, здесь можно и многое сказать про Marvel Client. Мы можем и Citrix Service апгрейдить. Есть множество автоматизации, но я думаю, что это будет помогать вам тикеты регулировать. Это мы бесплатно предлагаем. Я показал вам 5 бизнес-кейсов на вашей стороне клиента, на инфраструктуре, и я еще вам показал 5 бизнес-кейсов по HCL Nomad. Есть мобильные бизнес-кейсы. Это также возможно обеспечить то, что ваша инфраструктура клиента Notes очень легко управляется, и у вас не будет никаких проблем или вопросов. Если вы хотите узнать побольше, то мы будем рады вработаться вместе с вами, ну, так виртуально, да, обсудить это, на 60 минут выходить после этой сессии. То есть у нас есть, собственно, Panagenda сессия, которая будет открыта 60 минут после этой сессии сейчас. Если вы хотите, вы можете запрыгивать на пару вопросов, а то у нас будет такой Panagenda Boot, кафе. Я бы и сейчас мог бы ответить, конечно же, но если вы стесняетесь, или если у вас есть какие-то долгие вопросы, сложные вопросы, отдельные вопросы, которые вы хотели бы обсудить, мы готовы в нашем онлайн-кафе с вами это все обсудить. URL открыт. Так что, сказав это, я думаю, что я могу сказать, что я здесь уложился практически в свои 45 минут, и мы переходим в вопросы-ответы. И еще раз спасибо вам большое за ваше время, и отдельное спасибо за перевод. Я надеюсь, что переводчик успел догнать меня здесь, потому что я понимаю, что я очень быстро говорю. Если что-то переводчик провалил, то извините меня в первую очередь, пожалуйста, потому что я слишком очень быстро говорил, использовал слишком много терминов. Но, тем не менее, надеюсь, мы успели. Флориан, большое спасибо за отличную сессию. Паранжент на Marvel Client, суперская сессия. Я очень уверен, что у нас нет ни одного человека, наверное, в России, в России группе юзеров Notes, которые не знают о вашем продукте. Однако у нас все равно есть вопросы. Вопросы есть. Поэтому я думаю, что ты говорил о том, что очень много людей работают удаленно, правильно, ну, из домов откуда-то. Это реальность сейчас, современность. И много клиентов сейчас думают или переживают, особенно безопасность, отделы безопасности, переживают о том, может ли сотрудник скопировать базу данных откуда-нибудь локально на этот компьютер. Это может быть домашний компьютер. И, соответственно, есть ли какое-либо решение, которое можно использовать. Ответ мой такой. Есть отличное решение. Оно уже существует, потому что отчасти ты как раз-таки эту идею разрабатывал тоже. Насколько я понимаю, у нас есть комбинация двух вещей. Как я уже сказал вначале, у нас есть модуль Marvel Client Restrict. Рестрикт позволяет вам сказать, что пользователь не может делать локальные базы данных. То есть это запретная вещь. И это общий такой подход. То есть ты, грубо говоря, делаешь контрольный лист для всех. Он не дает скопировать, спечатать документы. Однако ты хочешь иметь решение, когда нет локальной реплики. Я понимаю, что отличное здесь то, что когда Marvel Client может предотвратить создание локальных баз данных, но большая вопрос заключается в том, что если юзер-поль умный, он может все равно сказать локальные базы данных, обойдя безопасность. Однако что мы сделали здесь? Мы сделали кодированный Marvel Client Arketrust, решение, которое дает возможность не запускать Notes Client без Marvel Client. В принципе, что это значит? Это значит, на твоем сервисе Domino ты можешь задать такую политику, что клиенты не могут, например, подключаться к релизу 25-му, например, Notes, а Marvel Client говорит серверу о том, что они работают с 25-м, который, например, не существует. Любой номер можете выбрать, и он обеспечивает следующее, что без клиента Marvel, без Marvel Client, без безопасности соответствующей клиент не может вообще включить никакой Notes, и мозг данным, соответственно, разрывается. Отлично. Это значит, что пользователь, получается, имеет те же самые использования Notes, но нету таких дыров в безопасности. Именно так. О, это вот отлично. Отлично это знать. Еще у меня есть один вопрос. Ты говорил о том, что, возможно, mail-файл, допустим, файл почты в какой-то, XY в позицию поставить, например, на каких-то оси ординат. Потому что это возможно или нет? Потому что многие клиенты используют очень много систем, и в зависимости от твоей роли, в твоей организации, ты можешь захотеть сделать так, чтобы у тебя была бы отдельная задача на рабочем месте с определенным количеством иконок. Потому что я видел клиента, например, который конфигурировал абсолютно новый клиент Notes для нового сотрудника. И он где-то 20 минут, допустим, на это затратил для того, чтобы поработать с иконками. Он даже сделал специальный драфт-письмо со всеми иконками, на которые нужно кликнуть, поставил их в ровном направлении. Но иногда люди перетаскивают эти иконки, они не могут их найти. Можно ли, например, сделать такой ролл рабочий стол? Да, это очень легко можно сделать, на самом деле, потому что в этой теме я просто верхушку айсберга затронул. У Marvel Client есть две сотни разных управляемых вещей. Одна вещь, про которую я еще не успел сказать, ты сейчас про нее сказал. Ты можешь в X-Based Tabs, допустим, сделал, покрасить тэп, можешь установить или подвинуть их куда-то. Там, где в клиенте Notes, ты не можешь их, допустим, перетаскивать куда-то. Также нужно, чтобы на первом табе у вас были корпоративные иконки, и, соответственно, эти иконки потом копировались на все остальные тэбы. И если вы, например, работаете с какой-то конкретной группой пользователь, тогда вам необходимо, чтобы у них был некоторый набор иконок или тэбов в их workspace. И то же самое касается и закладок. Для того, чтобы сделать так, чтобы у клиента, когда он запускает свой Note, чтобы было все, что есть у других пользователей в этой же организации, чтобы все выглядело одинаково. И сейчас я хочу сказать также об управлении Marvel Client. Когда пользователь запускает клиента впервые, тогда все автоматические конфигурации там уже есть. Потом юзер, соответственно, пользователь вставляет свой пароль, вводит, и таким образом у нас репетируется все, что необходимо. И это выглядит таким образом, как хочет это видеть клиент и пользователь. И мы можем также сделать так, чтобы вы могли развернуть имидж, картинку на вашем десктопе. Это будет статическая картинка. И когда какой-то другой конечный пользователь запускает его или что-то еще происходит, тогда мы можем получить это изображение из центральной репозитории. Это касается, например, Notes 11 и 12. Таким образом, у нас будет уже преинсталляция в Notes в соответствии с изначальной конфигурацией. И когда запускается такой клиент в Notes, соответственно, пользователь вводит свой пароль, и таким образом он уже видит все тэпы, которые были добавлены в эту конфигурацию. Поэтому весь жизненный цикл, например, раньше у вас вообще не было лэптопа, а потом вы уже запускаете все это в Notes клиенте. Мы все это можем покрыть с помощью Marvel Client. Да, хорошо, спасибо большое. Я хотела, чтобы также наша аудитория узнала об этом. И я думаю, что касается Marvel Client и его функционала в отношении Nomada, мы сегодня можем получить удаленный контроль. Мы можем использовать наши собственные девайсы. Например, одна из функций – это биометрический девайс. Например, это Face ID на iOS. Это можно с помощью Marvel Client сделать все удаленно. То есть вам не нужны никакие инструкции для пользователя. Вы можете просто это включить, и это будет работать. У меня есть еще один заключительный вопрос. Он касается локейшенов, местоположений. Я думаю, это классическая проблема, что, например, пользователь кликает на Offline Location. Крайне важно работать вместе и анализировать, что у нас есть в Marvel Client Analyze. Необходимо понимать, какие это у нас, если есть, мисконфигурации, что можно с этим сделать. И, соответственно, можно потом простроить карту действий, как исправить эту инфраструктуру. Здесь может быть много элементов, которые можно организовать для того, чтобы инфраструктура работала самым лучшим образом и удобным. Да, как я уже показала ранее, с Marvel Client вы всегда можете сделать так, что, например, если пользователь закрывает клиента Offline, тогда, когда появится онлайн-режим, Marvel Client, точнее, клиент снова откроется. Если мы работаем в рамках корпоративной сети или через VPN, мы можем это все настроить. И пользователям не нужно самим понимать, где они находятся на VPN или еще что-то. Но в зависимости от того, где они непосредственно физически находятся, особенно в связи с коронавирусом, например, если они работают из дома, тогда мы можем переключить их на работу с локальными репликами. И что здесь также крайне важно, касается того, что если клиент Offline, тогда мы, когда мы подключаем сервер, потом онлайн, мы смотрим, какие были произведены изменения. Нам необходимо это для снохронизации. Вне зависимости от того, пользователь онлайн или офлайн, мы можем подключиться к конфиг-базе данных и проверить, какие действия были произведены. И таким образом можно исправить что-то после того, как какая-то проблема уже случилась. Понимаете, да? Да, получается, это не то, как, например, я сохранила какое-то действие, какую-то активность, и потом думаю, что же я сделал, мне необходимо все компьютеры сейчас выключить и отключиться. Да, на самом деле, это очень логично, что вы подумали об этом. Да, мы уже долго с этим работаем. Я думаю, что мы можем напомнить нашим участникам о том, что у ваших продуктов также есть документация на русском языке также. Это достаточно активная тема, потому что все сейчас переходят от Domino 10 на версию 11, потом появится 12-я версия, поэтому не забывайте о документах. Флорин, спасибо большое за твою презентацию. Ты являешься мастером Marvel-клиента. Спасибо большое за всю информацию. Спасибо большое за эту возможность выступать сегодня здесь. На самом деле, у нас есть целая команда людей, которые стоят не прямо за моей спиной, но которые поддерживают меня. Вы понимаете, это командная работа, и вы, Влад, также в этой команде участвуете. Спасибо большое, что сегодня нас пригласили. Спасибо большое за эту прекрасную организацию. Я думаю, что это мероприятие это одно из лучших мероприятий, на которых я участвовала в последнее время, и я действительно надеемся, что в какой-то момент мы сможем с вами лично встретиться. Но сейчас в нижних условиях мне очень нравится эта виртуальная конференция, и я действительно очень изумлен тем, как вы это все организовали. Спасибо большое, и до следующего года, до следующей встречи в следующем году в Петербурге. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok